всем моим зрителям большой привет сегодня мы уезжаем с ялты интурист поэтому решила вам снять обзор комнат сказать что да как обзоре я думаю получится очень коротеньким но я думаю из вас будет интересно какой же номер в ялте интурист так что давайте начнем хочу показать номер в ялте интурист который мы снимаем это входная дверь здесь зона где вы можете разместить куртки пляжные какие-то вещи также здесь у нас стояла обувь и вот здесь большое зеркало что очень хорошо но немножко раздвигает пространство далее по правую сторону от двери вход в душ и туалет они совмещенные мне очень нравится название которое написано и там на разных вещах помыться побриться причесаться облегчиться такие смешные открываем туалет и ванную ванная с туалетом в принципе небольшого размера но как-то знаете хватает места например в душе вот здесь могут два три человека разместиться мне кажется здесь большое зеркало душ хорошая сантехника на мой взгляд раковина стоит там ведерко 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 кстати так и написано мусорная ведерко фен я правда ни разу им не пользовалась гигиенический душ и унитаз да здесь есть сушилка где можно посушить полотенцем и все в таком духе как я уже сказала помещение небольшое очень компактная но как то я не знаю ты тесно в этом помещении себя не чувствуешь ладно уходим отсюда коридор коридоре стоит большой вот такой вот шкаф шестидесятый у нас здесь кстати две сумки размещались и здесь можно повесить какие-то свои вещи и разложить также есть дополнительные места хранения видео вот таких вот шкафчиков тоже видите вдоль стены располагаются у нас знаете как было сережин мой и милашкин вот так после такого маленького коридорчика мы попадаем в комнату в комнате стоит большая двухметровая по ширине кровать она очень огромная опять же да если бы даже вот этого раскладного кресла не было мы бы с миланой втроем спокойно спали здесь две тумбочки по бокам как вы видите раскладное кресло здесь полочки тоже которыми можно пользоваться но знаете столько мест для хранения что нам мы ими не пользовались также есть мини холодильник полочка для чемодана но у нас сумки они стояли в шкафу также есть большой телевизор что также немаловажно кондиционер ну и в принципе все также выходим дальше на балкон здесь большое большое окно сейчас покажу вам вот такая вот светлая комната за счет такого окна получается и мне нравится что такие плотные что же что мы закрываем и утром и даже не понимаем сколько времени потому что у нас комнате полностью темно и вот такой вот бакончик хочу заметить ваше внимание сколько розеток возле кровати кто говорит то что у нас много розеток дома я я вот не турист тоже их много очень удобная система смотрите вы не вставая с кровати можете выключить свет в прихожей либо включить в комнате ночничок отдельно до включить также если вы хотите чтобы ваши номеры убрали нажмите да то есть можно нажать кнопку также можно нажать кнопку и снаружи загорится красный огонек это о том чтобы вас не беспокоили тоже очень удобно это сереже с этой стороны спал у меня также четыре розетки ночничок комната прихожая и можно отдельно картины вот так подсвечивать картины кстати во всех номерах но по крайней мере у нас ребята здесь также друзья живут и у них точно такие же картины что хочу сказать номер небольшой но возможно больше и не нужно главное большая кровать то есть на этом не сэкономили все комфортно удобно да вот как-то так пол 10 что-то типа ковролина тоже приятно ходить и удобно кстати хочу отдельное внимание уделить постельным белью потому что на мой взгляд это очень важно постельное белье очень плотное безумно приятное к телу хорошее одеяло также у нас сереже четыре подушки на двоих и давайте посмотрим внутри какие подушки белые идеально чистые вот так вот это пятно это уже сереже достал раз очень комфортно и очень приятно спать на такой кровати вставать вообще не хотите мне понравилось очень что есть такой приятный бонус это услуга прачечной то есть вам бесплатно постирают вещи и еще добавок погладят то есть мы уже второй раз а сдаем вещи вещи в порядке приходят вещи приходят в целости и сохранности но вот например у нас ребята сдавали им не отдали эти шорты но они их здесь вот в квитанции не указали это услуга кстати входит в стоимость номера грубо говоря стоимость проживания так что вы за это дополнительную плату не будете платить сейчас я не знаю получим мы свои вещи или нет потому что мы с восемьсот пятьдесят второго номера уезжаем а написали в квитанции восемьсот восемьдесят четвертый потому что у нас ребята там просто на просто живут и надеемся что они получат наши вещи да мои дорогие вот такой вот обзор номера в отеле ялтин турист надеюсь что для вас это видео станет полезным и увидимся с вами совсем скоро всем пока 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 пока